Власти польского города Пененжина объявили о намерении ликвидировать советский монумент. Речь идет о памятнике генералу Ивану Черняховскому, который погиб здесь в годы Второй мировой. Местные жители, которые за монументом бережно ухаживают, таким решением возмущены. Чем вдруг помешал герой, пыталась понять Марина Наумова. Власти небольшого польского местечка взялись решать судьбу памятника дважды герою Советского Союза Ивану Черняховскому. Городской совет Пененжина поднял вопрос о сносе мемориала. Депутаты местной рады инициативу поддержали. Нашлись даже спонсоры. Архитектурное бюро, готовые безвозмездно выполнить демонтажные работы. Решение приняли накануне очередной даты – Дня гибели командующего Третьим Белорусским фронтом. 18 февраля 1945 года генерал армии Иван Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда. Это произошло здесь, на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии, а сейчас это польский Пененжина. В этот же день Черняховский скончался. В 70-х годах на месте его ранения был установлен памятник. Мемориальная табличка здесь до сих пор хранит надпись «Вечная слава герою Черняховскому от населения Ольштинской земли». Бургомистр Пененжи так и не смог найти свободного времени в рабочем графике, чтобы встретиться с российскими журналистами. Неожиданно депутаты рады, большинство из которых высказались за демонтаж памятника, оказались на выезде. Уделить время съемочной группе и прокомментировать ситуацию они тоже не смогли. Но никого нет, я не могу, я процовник не могу, жадных информаций. А связаться с ними по телефону, с депутатами? Ну, нужно говорить с головой. Руководитель Польского культурного центра в Калининграде уже давно следит за нагнетанием страстей вокруг мемориала. Хотя депутаты провинциального городка, по мнению Тома Шаоманьский, не вправе решать его судьбу. Их претензии к Черняховскому, который в 37 лет стал самым молодым генералом Красной армии и под командованием которого войска 3-го Белорусского фронта успешно участвовали в ряде военных операций, в том числе Мемельской, Гумбинин-Голдабской и Восточно-Прусской, он считает неоправданными. Что якобы генерал Черняховский имел свое какое-то участие в преследовании польских солдат во время Второй мировой войны. Приверженцы сноса, будучи членами каких-то партий политических, просто набирают баллы, так сказать, на свой личный счет. Жители Пененжина решение местной рады удивило. Большинство из них продолжают ухаживать за мемориалом, на который постоянно покушаются мародеры. Здесь жалеют, что местные власти никак не могут найти деньги на его реставрацию. Цветы к памятнику приносят и сейчас. Мемориал – это и наша история, это общая история с Россией. Мы думаем, что он должен остаться на своем месте. Пока власти Пененжина пытаются пролоббировать свое решение о демонтаже мемориала в Варшаве, в Польшу собирается приехать делегация из Калининграда с предложением помочь в восстановлении памятника полководцу, освобождавшему польские земли от нацистов. Марина Наумова, Александр Полонский, Александр Наумов, Павел Тимофеев. Вести. Польша.